И вот знаете, сегодня я бы хотел поговорить с вами о самом дорогом, о самом важном, что есть в жизни любого мужчины. Что? Нет, программа будет не про пивко. Я бы хотел поговорить о женщинах, потому что я считаю, что женщина это двигатель прогресса. Человечество развивается благодаря женским прихотям. Вам тяжело стирать? Придумали стиралку. Вам сложно мыть посуду? Появилась посудомоечная машина. А мы, как выносили мусор своими ручками и ножками, мы так и выносим. Я уверен, если бы это была ваша обязанность, женщины, уже бы изобрели какой-то мусоровыносительный прибор. А просто мужчину всегда все устраивает. Если бы не женщины, мы бы до сих пор сидели в пещере с дубиной, колесом и радовали жизнь. Но в какой-то момент пришла женщина и сказала, сидишь, хорошо тебе, есть колесо. А вот у неандертальцев четыре колеса. И мужик мотивированный, заведенный идет. Год рубит какую-то скалу, ошлифовывает камни. В итоге приносит ей еще три колеса. Говорит, вот, теперь у тебя четыре колеса. Знаете, что она ему отвечает? Ничего нового. Все как у неандертальцев. Дальше женщины мотивировали мужчину придумать косметику. Да, именно мы, мужчины, придумали косметику. Ведь как это было раньше? Мужчины ходили на охоту, а женщины сидели дома. Поэтому часто, так бывало, мужчина возвращался, а жену доедает волк. Да-да-да, мы долго ходили. Тогда мы накрасили вам глаза зеленым, губы ярко-красным, щеки бордовым, потому что это отпугивало хищников. Не для красоты, для защиты. Поэтому я не понимаю, зачем женщины так ярко сегодня красятся. Ну ладно, путаны на окружной. Там реально рядом волки. Зачем это делают все остальные? И вот она сидит, женщина, с четырьмя колесами, накрашенная. Мужик приносит ей мамонта. Говорит, это тебе, дорогая, ешь. Знаете, что она отвечает? Ты слишком долго охотился. Я не ем, когда солнце заходит вон за ту ветку. В итоге мы придумываем часы, чтобы не опаздывать. В следующий раз мы приносим мамонта вовремя. Говорим, вот, все, ешь. Знаете, что она теперь отвечает? Я хочу есть не дома. Серьезно? Просто в то время, если есть не дома, будут есть тебя. Говорит ей мужчина. В итоге он придумывает что-то типа ресторана, потом кафе, и человечество развивается. В итоге, благодаря вашим прихотям, придумалось огромное количество вещей. Женщина говорила, устала тереть волосы ежом. Пожалуйста, на тебе расческа. Она говорит, я хочу, чтобы костер горел сверху. Пожалуйста, вот тебе люстра. Хочу плоского прямоугольного медведя. Вот тебе ковер. Ради своей жены Колумб открыл Америку. Может, для того, чтобы реже ее видеть, я не знаю. Но ради нее, это я уверен. И все, и все, что делает и придумывает мужчина, он делает ради своей женщины. И сегодня вся наша программа посвящается вам. Мы будем вас обсуждать, будем про вас шутить. Но, конечно же, делать это будем с большой любовью. Это шоу «Вечерники». Я Владимир Зеленский. Начинаем. Это шоу «Вечерники». Друзья, я всем напоминаю, что сегодня наша программа посвящена исключительно женщинам. Да, знаете, но не все так радостно. Женщины называют себя слабым полом, но почему-то только у женщины есть свой собственный день в году. 8 марта. Все остальные дни у нас общие. И в этот день вы требуете подарков, внимания, любви. Но вы забыли истинный смысл 8 марта. Серьезно. Изначально, в этот день, Клара Цеткин и Роза Люксембург потребовали равных избирательных прав. Кто-то заметил в манифесте слова «тюльпаны», «шуба», «кулончики Пандора». Вы это слышите? Я нет. Равноправие. Равноправие дошло до того, что вы выбираете себе секс-символов. Разве это нормально? У вас есть Криштиану Роналдо. Вы хотите заняться с ним сексом и говорите об этом вслух. Да, у нас тоже иногда возникало желание трахнуть Тимащука. Но совершенно по другим причинам. Согласитесь, что наше равноправие потихоньку переходит в вашу доминацию. Уже мы становимся слабым полом. Почему мы начали ходить на маникюр и делать чистку лица, а вы так и не начали ковыряться в носу и грызть ногти? Это не честно. А ведь это часть нашей мужской культуры. Хотите равноправие? Пожалуйста. Мы же не против. Курите, одевайтесь как мужчина, стригитесь как мужчина. Почему только одна Савченко за вас должна отдуваться? Женщины, будьте мужчинами до конца. Ходите в разных носках. Вытирайте грязную обувь руками. Хоть раз приведите из садика чужого ребенка. Вы же берете только лучше. Я уже молчу про секс. Там вообще нет равноправия. Все. Вот почему мужчинам не платят за секс? А ведь всегда хорошо оплачивается работа, которую делают быстро. У мужчины нет права отказаться от секса. Потому что мужик знает, откажешься сегодня, завтра уже могут не предложить. И поэтому мы соглашаемся и идем на все. А на что именно мужчина готов пойти ради секса, сейчас увидите. Друзья, я напоминаю, что сегодня мы говорим о женщинах. И сейчас я хочу поговорить о женской красоте. И в частности о методах, которыми вы этой красоты добиваетесь. Знаете, ради красоты моя жена не ест. Потому что худеет. И в то же время делает маски для лица из еды. Но, видимо, для того, чтобы не ели и мы с детьми. Я, вы знаете, я всегда смеялся над тем, что она мажет лицо сметаной, кладет на глаза огурцы, разбивает на волосы сырое яйцо. А потом я подумал, может, с этого нельзя смеяться? Может, из-за того, что она не ест, у нее такая слабость? Что она просто не может попасть в рот? Она хочет съесть этот огурец, но сил уже нет. Кстати, кстати, вы замечали, что особенно красивой женщина хочет быть в свой день рождения? Поэтому она спит в бегудях, делает начес и так далее. В общем, как по мне, то в свой день рождения прическа у нее хуже, чем в любой обычный другой день. Причем, внимание, чем больше банкет, тем хуже прическа. И, возможно, такой внешний вид – это их стратегия, вы знаете? Чтобы им подарили побольше денег. Чтобы гости такие, вы знаете, ну, ну сколько дарим, ну сколько? Тысячу? Да нет, давай хотя бы тысячу двести. Пусть хоть что-то себе сделает на голове нормальное. Еще одна тема женской красоты – это силикон. Многие девушки накачивают себе губы, вставляют искусственную грудь. Знаете, они мне напоминают водителей «Жигулей», которые ставят на свою машину спойлер. Да, ребят, девчонки, но ведь после этого не получается спортивная машина. Получается просто «Жигули» со спойлером. Так и у девушек. Не получается «Анжелина Джоли». Получается та же «Галя», только вот с такими титьками. И самое интересное, и самое интересное, женщины, что вам мало себя. Вы еще пытаетесь делать красивыми нас. Вот мне одежду, серьезно, выбирает жена. Мне прическу, выбирает жена. Казалось бы, удобно, да? Но недавно я задумался. Мужики, вот вряд ли они нас одевают так, чтобы мы нравились другим женщинам. Поэтому наверняка мы выглядим максимально убого. Более того, я уверен, пока мы стоим в трусах примерочной, они выбирают одежду так. Так, ну что, это слишком красиво. О, это отвратно. Но ведь можно еще хуже. О, фу, ёп! Кошмар, аж глаза заслезились. Дорогой, вот это тебе подойдет, на, на. Но ведь это правда, серьезно. Ребят, давайте порассуждаем. Вряд ли жены станут одевать своих мужиков так, чтобы они, проходя мимо кампании девушек, слышали за спиной одобрительный свист и фразу «Ух! Я бы ему вдуло!» И многие мужчины настолько расслабились, что начали вестись на всякие женские уговоры. Мужчины начали ходить на маникюр, ходить на массажи. Некоторые даже делают себе пластику. А пластика, я вам скажу, такая штука, что не всегда выходит то, что задумывалось. Более того, из кабинета хирурга не всегда выходит то, что заходило. Именно об этом наш следующий скетч со звездой. Добрый вечер! Хотя не факт, не факт хватит. Не факт, что этот вечер добрый. Да, да, да. С Дашей Астасовичем было неплохо. Неплохо было, неплохо. И что? Стал ли кто-то счастливее? Наступил ли мир во всем мире? Нет. Исчезли голод в Африке? Нет. Что ты ржешь? Наржет. Настроение у него хорошее. А у меня нет. Сколько тебе лет? Сколько, сколько, сколько? 27, а? А мне 39 уже. У меня кризис среднего возраста. Вот. Гитлер в 40 лет решил захватить весь мир. Вот что вам надо знать о кризисе среднего возраста. Поймите, это проблема. Ты не способен управлять своими эмоциями. Такой себе ПМС у мужчин. Только у женщин это пару дней в месяц, и все. А у нас постоянно настроение меняется ежесекундно. Ха-ха-ха-ха. Вот ты злой, вот ты добрый, вот я вспыльчивый и грубый. Вот в такие моменты, честно, ей-богу, хочется, чтобы за мои поступки взяла на себя ответственность группировка ИГИЛ. Потому как по-другому это объяснить нельзя. Ах, простите, вышел от себя. Знаете, на днях я вообще расплакался во время секса. Да, в голову мне пришла мысль. Боже, мне 39 лет. Чем я занимаюсь? Нет, не сейчас конкретно. А в целом по жизни. Вопросов масса. Так ли я живу? Тем ли я занимаюсь? Меня любят или только делают вид? У меня приятный или противный голос? В конце концов, поставят ли памятник при жизни или нет? Да, тебя разрывает. Да, да. Вообще бытует мнение, что от таких мыслей спасает спорт. Да. Спорт – это, наверное, хорошо. Но зачем? Ведь все мы рано или поздно все равно умрем. Зачем спорт? Или это такое успокоение? Что родственники и друзья, стоя у гроба, будут говорить? Посмотрите, какой у него был пресс. А какая бицуха, да? Ну почему Господь забирает самых подтянутых? Все, хватит! Мне говорят, что я стал хуже относиться к людям. Странно, странно. Я как прежде много общаюсь с политиками, спортсменами, артистами, бизнесменами, сволочами, козлами, твари, мрази. Ну вот разве я стал хуже общаться? Нет. Знаете, я думаю, что у меня начинается просто депрессия. Да. А для депрессии есть всего две причины. У тебя все плохо. И вторая – у кого-то все хорошо. И вторая причина – бесит тебя еще больше. А теперь внимание! Самое опасное. Самое опасное. Смена пола и кризис среднего возраста связаны. Простой пример, докажу. Братья Вачовски, знаете, авторы культового фильма «Матрица». Крутейшие мужики стали сестрами. Нет, я еще понимаю, поменять дом, работу, жену, машину, но... Друга. Необдуванные покупки – это еще один признак КСВ. Кто-то покупает ракетки для сквоша, а кто-то национализирует приватбанк. Точно чего не надо делать – это покупать машину с откидным верхом. Да, это правда. Только в фильмах мужчины в кабриолете смотрятся как мачо. Да, а в жизни тебе либо мошкара в рот налетит, либо птица на голову нагадит. Ну окей, ладно. Будем разбираться с этой проблемой. На этом у нас есть целая программа. А пока выйдет человек, у которого, слава богу, проблем не меньше. Павло Зибров в вечернем Киеве. Вы знаете, хочу вам признаться, сегодня я перестал всплевать за временем, правда. Простой пример. Мой сын недавно сказал следующее. Папа, поехали завтра в Киевворкинг на гироскутерах. Ты будешь вей пить. А мы пить смузи и крутить спиннер. Я, конечно же, сказал «Поехали!» И только потому, что я понял одно слово. Поехали. Что произошло, друзья? С каких пор мы начали разговаривать на абсолютно разных языках со своими детьми? Спиннер, гироскутер, смузи. Неужели нельзя заменить это нормальными, понятными словами? Ручная вертелка! Взбитое варенье! Нет, ну я искренне хочу быть с молодым поколением на одной волне. Но мне очень трудно. Потому что я не понимаю многих их увлечений. Взять хотя бы спиннеры. Вот все ходят, крутят. Я спрашиваю товарища, слушай, а зачем ты это делаешь? Он говорит, ну ты что, это все дело развивает моторику руки. Старичок, тебе 45 лет. Свою моторику ты еще в 14 лет развил. Простите, но мальчики уже рождаются со встроенными спиннерами. Не, я серьезно, я не понимаю. Как можно днями сидеть и крутить в руках спиннер? То ли дело четки. Вещь. Человек с щетками в руках. Вызывает уважение. Сразу видно. Либо церковник, либо сидел. Либо батюшка, либо пахан. Решил сыном посмотреть модный сейчас версус рэп батл. В курсе, да, что это? Я в шоке. Там двое молодых людей обкладывают друг друга матом. Ну конкретно. Я не понимаю, что здесь такого? Как будто бы никто никогда не слышал, как слесарь объясняет водопроводчику, что трубы положены неправильно. Дальше. А эти криптовалюты, биткоины, биткоины, пиркоины, литкоины. Я не понимаю, что это за валюта. Вроде она есть, но оказывается, ее нельзя пощупать. Никем она особо не контролируется. Из-за нее ничего нельзя купить. И еще курс этой валюты постоянно прыгает. Ребята, зачем? Зачем нам эта валюта? У нас уже есть своя такая ривна. Долгое время я, опять же, не понимал, зачем нужна селфи-палка. Ведь всегда можно попросить человека, эй, друг, сфотографируй, и все. Правильно, мы же все люди. Вот, например, вас, молодой человек, можно? Вот, я вам при... Вот, возьми телефон, да, возьми. Сфотографируйте меня. Э! Э, ты... И это мы не на Троещине. Ну, я теперь понял, да, нужна селфи-палка, действительно. Скажу сразу, что и в погоне за новыми тенденциями в здоровом образе жизни я тоже отстал. Чтобы вы понимали, насколько я только сейчас начал пить воду. Говорят, это очень полезно. Надо пить минимум два литра, лучше три. Черт! Я ведь не знал! И все эти годы я мог умереть! Начал пить. И вы знаете, есть польза. Правда. Значит, чем больше я пью воды, тем короче мои совещания. Да и монологи тоже. Один момент, я сейчас. Иди на место! Спасибо! Садись, смотри дальше. Ну что ж, друзья. В принципе, пришло время снимать следующий скетч. Но есть проблема, нет нашей гости. Наверное, она до сих пор празднует победу в танцах с зеркамы. Тем более, что она банкет еще 10 лет назад заказывала. Где же она? Ну, сейчас она появится. Сейчас. Буквально секунду. Сейчас, извините. А-а-а. Сейчас. Алло! А? Жека, привет! Привет! Слушай, у меня просьба. Тут Могилевская опаздывает на съемки. Ну? Трубку не берет. Ты же живешь где-то рядом с ней. Ну да. Ну, можешь зайти к ней посмотреть, чего она там поторопить. А, хорошо, хорошо. Спасибо, братан, буду должен. Да, не за что. Давай, давай. Давай, пока. Приятно. Приятно, когда есть друг, который может помочь. Все-таки он хороший человек. И особенно приятно, когда человек тебе должен. А, знаете, ребят, знаете, с возрастом и особенно со всеми его кризисами я все больше задумываюсь о родительском долге. Правда. Скажу честно, я не идеальный отец. Ну, вообще. Много времени забираю съемки, гастроли, и совсем не остается времени на мою семью. Поэтому каждый раз, когда выпадает свободное воскресенье, я с большим удовольствием посвящаю его своим деткам. Пытаясь наверстать все сразу. Расскажу вам про одно такое вот, черт побери, воскресенье. Начали мы с бассейна. Подвоха я не ожидал. Во-первых, сам люблю поплавать. Во-вторых, в бассейне есть джакузи и бар. Но когда мы туда вошли, какой-то гад взял и красиво прыгнул с 10-ти метровой вышки. И тут моя доченька Саша сказала. Подумаешь? Мой папа может лучше. Додьсян, Додьсян, шо я тебе сделал? Короче говоря, пришлось идти. Шел я на вышку, как Иисус на Голгофу. Но он-то знал, что с ним потом все будет хорошо. Понимаете, да? А у меня такой уверенности не было. Но все-таки на вышку я вылез. Именно вылез. Потому что поднимался я до 5 метров. Дальше на четвереньках. Вылез, вылез. Значит, встал. Смотрю вниз. А бассейн стал, знаете, такой маленький. Картинка сжалась до размера маленького прямоугольника. Кстати, сжалась не только картинка. А снизу мои Саша и Кирилл кричат «Попрыгай!» А я не могу сдвинуться с места. Ну, правда. Ну, не могу. Кошмар. Столбняк. И как все-таки вовремя человек может потерять сознание? В воздухе я сделал все. Я сделал двойное сальто с вращением. И вошел в воду без всплеска, без одной брызги. Ну, это мне потом спасатели уже рассказали, да. Ну, я думал, честно, что бассейн, значит, наша прогулка воскресная закончится. Но тут Кирилл сказал. «Папа, я хочу на лошадку». «Папа, я хочу на лошадку». Какая страшная фраза. За что, сын? Лошадка оказалась конем. Два метра в холке. На ней я снова почувствовал себя, будто стою на вышке. Только эта вышка постоянно пыталась меня сбросить. «Папа, а давай через барьер!» Сказал Кирилл. Папа не понял, что сын имел в виду, а вот конь понял. И поскакал. Как все-таки вовремя человек может потерять сознание? Итак, 16 августа 2017 года я сидел верхом на коне. Я очень хорошо запомнил эту дату, потому что в следующий раз я смог сесть на стул только 26 октября. Так, после лошадки я думал, ну, что это точно уже все. Но тут Саша моя говорит, а как же американские горки? А как же американские горки? Дети, вы вообще мои? Саша Кирилл. Значит, сели мы в эту кабинку. Паровозик этот. Кабинка смерти. Поднялась на высоту трех десятиметровых вышек. И тут даже дети все сказали, твою ж мать. Затем вагончик с бешеной скоростью помчался вниз. И тут моя способность вовремя терять сознание меня подвела. И тут еще дети, понимаете, все начали кричать, плакать. Мне пришлось успокаивать всех. Мол, ничего страшного. Я сам, сам десять раз так катался. Ничего с вами не будет. Дети. И знаете, в этот день я понял две вещи. Главные. Первое. Проводить время с детьми надо каждое утро. Каждый день, каждый вечер, а не раз в полгода. Потому что, друзья, лучше сидеть постепенно по волосинке, а не полностью за один день. И второе. И второе, что я понял, независимо от возраста, мы способны преодолевать любой страх и сделать то, на что не решались раньше. Например, сменить род занятий, как это сделала героиня нашего следующего скетча. Все, ребят, все, все, надоело. Надоело. Что надоело? Я вам объясню. Все время стоять перед каким-то выбором. Что надеть, что съесть, что смотреть, куда пойти, где спрятать тело. Извините. Это личное. Но выбор, вы знаете, это не всегда хорошо. Простой пример. Было у меня недавно пять минут свободного времени. Я заехал в кофейню. Говорю, можно мне, пожалуйста, кофе? Мне говорят, окей, какой кофе вы хотите? Латте, макачино, капучино, гляссе, айрис, фредо или латте макьято. Он слова эти произносит. А для меня это как сборная Бразилии по футболу звучит. Макачино, капучино. Я говорю, подождите, подождите. Дайте мне просто черный кофе. Окей, какое именно? Эспрессо, допио, трипло, ристрето, лунго. Дайте мне эспрессо с молоком, со сливками, со сгущёнкой. Чёрт с ним кофе, дайте мне чай. Это ничего не всё. Он говорит, какой чай? Чёрный, зелёный, травяной. Чёрный. Чёрный чай. Хорошо, чего вы кричите? Чёрный с чабрецом, кардамоном, бергамотом, с чем? Короче говоря, я таким образом опоздал на съёмки. Но всё-таки он, падла, докопался до того, что именно я хотел какао. А сколько, вы знаете, сейчас разных видов сыра. Кошмар. Помню случай. Один у меня был. Жена попросила купить сыр радомер. Знаете? Радомер. Вот, видите, а я плохо знаю. Ну, я по дороге название забыл. А в голове, почему-то, знаете, у меня застряла Эрдоган. А я прихожу в магазин, говорю, дайте мне, пожалуйста, полкило Эрдогана. Сказал, а сам думаешь, что за фигню я несу? А продавщица такая, конечно, вам какой Эрдоган, классический или копчёный? Идём дальше. Для мужчин очень важен выбор автомобиля. Особенно первого. Это, вы знаете, это как первая твоя девушка. Хочется, чтобы авто было новым. Чтоб на нём до тебя никто не ездил. Ну, как правило, первые свои попытки ты делаешь на автомобиле, который на пару лет старше и опытнее тебя. Ежедневный бытовой выбор забирает массу времени, которого и так жизни не хватает. Вот эти вот прически, укладки, завивки. Эйнштейн! Эйнштейн, ребята, так много успел, потому что он не заморачивался. На голове шухер! Зато в голове теория относительности. Чему я это всё? Потому что выбор, это, в принципе, конечно же, неплохо. Главное, не тратить время на ерунду. А правильно, выбирать самое важное. Вот мы среди всех наших рубрик выбрали продолжение сериала «Игры непристойных». Спасибо. Спасибо большое. Приятно. Как вы уже наверняка догадались, сегодня мы будем говорить о современных технологиях. И особенно об интернете. Потому что интернету удалось то, чего не получилось ни у Чингисхана, ни у Наполеона, ни у Гитлера. Он поработил весь мир. Вот, друзья, вот эта маленькая коробочка водка, которая контролирует всё. Контролирует все наши действия и делает из нас зомби. Я всячески, честно, борюсь с этим. И... О! У-ху! 230 новых уведомлений в Инстаграм. Сейчас я посмотрю, сколько тут лайков. Лайков много. Интересно, что там пишут. Вот так вот, видите, видите? Кто-нибудь, заберите у меня эту дрянь. Заберите у меня эту дрянь, пожалуйста. Видите? Вот, видите, что происходит? Из-за интернет-зависимости люди теряют адекватность. Слышали историю? Значит, недавно в Днепре чуть не утонул человек. Ну, чуть, слава богу. На глазах у десятков людей. Никто ему не помогал. Зато в Инстаграме с разных аккаунтов появилось 56 разных фото. И видео о том, как это происходило. Причем, включая селфи из воды самого тонущего. Понимаете? Люди перестали разговаривать. Все общение сейчас происходит в основном через мессенджеры. Я вчера из-за этого весь вечер ругался с женой. Большие пальцы до сих пор болят. Взрослые с этим всем еще, вы знаете, когда пытаются бороться. А вот современные дети сейчас вообще не представляют, что такое жизнь без телефона. Вчера была забавная ситуация, правда. Мой четырехлетний сын стоял возле окна и захотел рассмотреть, кто там во дворе играет в футбол. Поближе. Знаете, что он делал? Вот так. На стекле. Пытался увеличить изображение. Раньше родители пугали детей тем, что отдадут в интернат. Сейчас пугают тем, что отключат интернет. Интернатам современных детей не напугаешь. Там есть интернет. В общем, с этим всем нужно как-то бороться. И мы с дочерью моей договорились, что фейсбуком можно пользоваться максимум час в день. После этого дочь обязана мне сказать, папа, хватит, час прошел, выходи из фейсбука. В общем, все на борьбу с интернет-зависимостью. А я пока пойду посмотрю, сколько просмотров в YouTube уже собрал этот монолог. Субтитры создавал DimaTorzok